Итак, добрый вечер. Мы начинаем с вами семинар по теме «Типы данных в Microsoft Excel». Очень важная вещь, особенно для тех, кто знаком с работой с информацией, но в других программах, например, в том же Microsoft Excel, где подобной настройки в чистом виде не существует. Это важная настройка для баз данных, и это очень сильно влияет на то, насколько корректно хранится и в дальнейшем обрабатывается информация. Что, собственно, предполагается рассматривать на этом семинаре? Во-первых, мы обсудим основные типы данных, которые встречаются в таблицах баз данных Microsoft Excel, и поговорим о последствиях неверного выбора типа данных. Ну, а рассказывать об этом буду я, Завьялов Андрей, преподаватель Центра, специалист. Кто-то со мной уже, наверное, пересекался на наших курсах. Ну, а сегодня мы будем с вами вот в такой форме заочно общаться. Итак, по порядку, что первое мы с вами рассмотрим? Это основные типы данных, которые у нас используются в таблицах базы данных Access. Для этого я на своем компьютере хочу просто с нуля создать какую-то маленькую простейшую базу данных, на которой в пустой таблице это вам продемонстрирую. Это можно делать параллельно, можно просто посмотреть. Ну, и сделаю я это следующим образом. Просто пустую создам новую базу данных Access. Назову ее там, не знаю, пробная. Или, не знаю как, пускай будет проба. И этот файлик, обратите внимание, пустая база уже не 0 килобайт у меня занимает. В Access такая особенность есть, там какие-то системные таблицы присутствуют. В этой базе данных я, соответственно, хочу создать новую таблицу. В отличие от Excel, где мы с вами сразу можем заполнять на листе ячейки какими-то сведениями, в базах данных предполагается вначале описание структуры таблицы с указанием характера ее данных в разных столбцах, в разных полях, и, собственно, это я здесь и собираюсь делать. Нажимаю кнопочку создания, конструктор таблиц, и вот у меня пустая вот такая вот табличка здесь предлагает задать на строчке. Имена полей и типы данных. Значит, имя поля я могу придумать какое угодно свое, ну, например, поле будет, в котором будет написано, ну, я даже не знаю, что. Скажем, какое-нибудь название города. Город. А тип данных для этого я могу выбрать из предлагающего на выбор списка. Здесь перечислены все типы данных, которые поддержатся в Microsoft Access, и наиболее востребованные из них хотелось бы как раз обсудить. Первый по порядку, который появился в списке, тип данных под названием короткий текст. Он у меня и здесь упоминался в самом начале. Что из себя представляет этот тип данных? Это информация, которая может содержать и буквы, и цифры, но не бесконечной длины, а заметно ограниченной по длине текст. Здесь можно хранить. Максимальный размер короткого текста – 255 символов, и здесь эта настройка внизу отображается. Если укажу больше, ну, 256, мне будет сказано, что размер в пределах от 0 до 255 здесь она задается. Много это или мало? Для названия города больше, чем достаточно, потому что это где-то, ну, несколько строчек текста, какой-то абзац короткий для текста, и вполне хватает для описания какой-то одной характеристики, которая имеет текстовая такую структуру. Значит, для города вполне годится. Но, а если мне необходим более длинный текст, ну, скажем, я хочу к этому городу сделать описание, то есть там будет, например, описание его достопримечательностей, каких-то, может быть, интересных мест, истории этого города и так далее, там целую статью из энциклопедии здесь написать, то это уже коротким текстом не обойдется. Поэтому описание можно задать как длинный текст. Что такое длинный текст? В XS это текст, который может быть длиной до 65 тысяч синглопедии. Это действительно несколько страничек текста. Не, конечно, бесконечная какая-то текстовка, но достаточно большое описание. Естественно, на длинный текст будет требоваться гораздо больше памяти, но и не будет зато таких ограничений на его размер. В старых версиях длинный текст у нас невозможно было использовать для операций, связанных с поиском, фильтрацией, сортировки данных, так как это вызывало очень длительное время ожидания. Сейчас такая проблема отсутствует. Работать эти команды и фильтры сортировки здесь будут, но, конечно, это будет заметно медленнее, чем с коротким текстом. Поэтому увлекаться этими вещами не стоит. Используют длинный текст именно для комментариев, для описательных каких-то вещей, но не используемых для постоянного быстрого поиска сортировок, группировок или каких-то задач обработки данных. А просто почитать, вывести куда-то эту информацию, когда вы выполнили поиск по другим полям, это, конечно, используется. Следующее, что здесь может быть? Числовой тип. Числовой тип данных у нас – это информация, которая используется для хранения количественных характеристик. Ну, например, сколько у нас населения этого города, какую площадь он у нас, сколько гектар там занимает и тому подобные вещи. Кроме того, числовыми могут быть всевозможные коды, которые не содержат буквальных обозначений, а содержат только набор цифр. Причем, опять, без всяких разделителей, без всяких пробелов, просто в виде большого целого числа. Вот, пускай у меня, например, будет для города, скажем, числовым значением населения. Население – это, ясно, количество жителей, и поэтому я могу указать здесь тип данных числовой. И вот тут сразу возникает вопрос, какую дополнительную настройку можно еще указать для этого типа данных. Дело в том, что числовой тип данных имеет очень важную настройку под названием «Размер поля», где предлагается множество дополнительных вариантов. Соответственно, наиболее распространенные варианты размеров поля – это те, которые я показываю на слайде. Целое, длинное целое или двойное сплавающий точек. Могут быть полезны и другие варианты, но вот эти я перечислил в первую очередь, так как для многих, например, актуальна задача обмена информацией с тем же самым Excel, где это, возможно, будет востребовано. Значит, целое число требует всего 2 байта памяти и вмещает в себя диапазон значений примерно плюс-минус 32 тысячи. 32 тысячи жителей у меня, может быть, даже не в городе, а в каком-то поселке там среднего типа. И поэтому мне этого будет недостаточно. Длинное целое число – это уже плюс-минус 2 миллиарда. И для Москвы не годится или годится 2 миллиарда? Ну, конечно, хватит у нас несколько миллионов жителей. Я думаю, что и для самой, у нас такой многолюдной столицы для Лондона этого тоже должно хватить. Ну, а двойной сплавочной точкой – это дробное число, и я думаю, мы не будем считать, что у нас жители 2,5 или 3,25, поэтому здесь это не используется. Соответственно, размер длинное целое здесь оказался самым подходящим для населения. Но если мы говорим, что у нас будет еще и площадь, а площадь, это, предположим, будет в гектарах, то тут может быть и полгектара, и полтора гектара и так далее. И это будет числовое значение, но нужно его с точностью до целых, значит, даже не длинное целое, а просто целое. Если нужно, чтобы это было дробное число, то лучше не одинарное, а двойное с плавающей точкой. Райса только в точности. Одинарная точность – 8 разрядов, а двойная – 16 разрядов. Но если сравнить с другими программами, например, с XL, то там у нас двойная точность – это как раз точность, которая по умолчанию используется для хранения числовых данных в ячейках. Поэтому, вот, наверное, здесь будет оптимально использовать двойную с плавающей точкой. Хорошо. Ну и какое-нибудь просто целое число надо придумать. Какую-нибудь не очень большую цифру, но чтобы она не была целой величиной. Что это может быть в городе? Придумайте какой-то вариант. Так, ничего не приходит на ум сегодня. Ну, например, да, пускай будет сколько станций метро, а там может быть и ноль, может быть и больше. Значит, нигде не лежит. Я восстановляю пустой новый файл, создаю в данном случае. Значит, количество станций метро. Хорошо. Это будет числовое значение, но длинное целое здесь слишком много, я думаю, достаточно будет целого. Могу перенести это пораньше, вот сюда, в начало, в том же порядке, как у меня было в конспекте. То есть целое, длинное целое, двойное с плавающей точки. Хорошо. Что дальше? Следующий тип данных – дата и время. Тип данных, который может сохранять полную дату, календарную или время, часы, минуты и секунды. И в данном случае нам доступны даты не ранее 1 января 100 года. Это больше диапазон, чем позволяет нам использовать тот же Excel, но это все равно даты не любые. Это не получится использовать какие-то древние века, до нашей эры и так далее. Поэтому я думал здесь дату основания города указать, но, пожалуй, не получится. В данном случае можно попробовать какую-нибудь другую дату здесь назначить. Ну, например, дата открытия метро вполне годится, потому что это у нас дата максимум 19 век, или 20 век, 21 век. Такие даты access поддержки. Дата открытия метро. Тип данных не короткий текст, а дата и время. Ну и, наконец, еще один тип данных отдельный, особый, и я хочу отметить здесь логический тип данных. Логический тип – это поле, в котором можно сохранять всего лишь два значения – истина или ложь. То есть просто отмечка – да, нет, окей или не окей. И что здесь можно использовать в этом случае? Ну, давайте это там, скажем, город мне этот нравится или нет, хочу я там побывать или не хочу. То есть хочу посетить. Логический тип данных. Все. Вот я здесь решил задействовать все эти наиболее востребованные типы данных. А дальше сохраняю эту таблицу. Название ей, ну там, не знаю, города назовем. Вот. Да, мне говорят о том, что здесь отсутствует первичный ключ, но при желании можно его добавить и позже. Поэтому я могу сейчас не создавать пока ключевого поля, чтобы не отвлекаться на это обсуждение. А сам переключаюсь в сохраненную таблицу. Вот двойным щелчком и открываю. И посмотрите, что здесь наблюдается. Ну, во-первых, у нас для разных типов данных здесь уже видны некоторые отличия. Числовые типы по умолчанию предлагают нулевую величину стандартно. Если не поменять этой настройки, то вот этот нолик у нас здесь отображается. Для даты, если поставить курсор, я увижу выбор с помощью календарика. Ну, а логическое поле вообще выглядит как вот такая отметочка. А хочу посетить, да нет. И я говорю, а давайте у меня будет какой-нибудь город, там, не знаю, Тула. Описание к нему может быть длинным текстом, но я здесь не обязательно заполняю эти данные. Сколько станций метро? Нет там. Никаких станций? Ноль. Население? Я этих подробностей не знаю, поэтому напишу наобум. Ну, сколько там может быть у нас в Туле? Ну, меньше миллиона явно. Вот. Ну, давайте сделаем 300 тысяч населения, предположим, и площадь его, опять не знаю, сколько там гектаров висят, скажем. Метро не открывалось. Хочу посетить, говорю, да, хочу. Пожалуйста, мы вот таким вот образом можем заполнять эти данные. Вот в данном случае для XS это действительно важный момент описать явным образом типы информации, чтобы потом у нас заполнение было корректным. Дальше выбираю какой-нибудь другой город, ну, скажем, Москву. Здесь у меня описание, пускай пока отсутствует. Станции метро. Кто не знает эту цифру, я не считал. Ну, там 280. 280, да, пожалуйста. Население. Официальный цифр. Сколько там? 10 миллионов. 10 миллионов, да. 1, 10, 3, 0, еще 3, 0. Вот. Хочется отобразить это с форматом, разделяющим разряды, а то зрительно не воспринимается. Площадь тоже не задумывался. Как-то могу оставить пока не заполненную информацию. Ну, и дата открытия метро. В каком там году это было. Календарь мне не очень здесь помогает. 1630. Да, да, да. 1930 какой-то там. 38-й. Нет, по-моему, раньше, в 36-м году, что ли, 34-м. Ну, короче, я точно эту дату не помню, но вот выбрал какую-то дату, напечатал ее вручную. Что дальше? Если я попробую ввести некорректные данные. Например, вот здесь площадь я написал не 50, а 48,5. Это корректно. Если же я написал бы здесь текст, это некорректно. Нажимаю Enter. Программа мне говорит, у вас тут числовой тип, и поэтому ничего не получится сохранить в таком случае. А вот если бы я написал количество станций метро 280,5. Это некорректно, но программа просто округляет значение автоматически, так как здесь размер целое, а не дробное число. Но если я вот сюда вместо даты напишу цифру, то тоже мне скажут, что это не тот тип данных. То есть, таким образом, я получаю проверку информации автоматически, как только я указал, где какие сведения находятся. Для Excel эта настройка у нас задается только форматом ячеек. Но это не строгая настройка. Здесь у нас действительно очень строгая. Весь столбец, все поле будет только под числа, только под даты, только под какие-то логические отметки. Но, оказывается, за этим всем стоит еще очень важный момент. Мы с вами не только видим здесь проверки на корректность вводимых значений, мы также здесь видим возможность выполнять определенный набор операций. И эти операции у нас будут допустимы только для конкретного определенного типа данных. О чем идет речь? Я пока не заполнял никакой информации, но тем не менее. Смотрите, вот у меня столбец с названиями городов. Я могу здесь посмотреть, какие предлагаются фильтры. Мне говорят, здесь текстовый набор фильтров. Пожалуйста, вы можете выборку делать по тексту начинающемуся или заканчивающемуся на такую-то букву или содержащему определенное название. А вот если я выберу то же самое, но для столбца с числовыми значениями, там же числовой фильтр. То есть выберите мне все города с населением больше или меньше такого-то или там еще что-нибудь. Вот оно доступно. Ну а для дат здесь фильтры связаны с датами. В прошлом году, в следующем году, в такой-то период, до, после. То есть здесь свой набор команд. И это логично. То есть у нас программа по контексту предлагает на разный характер информации разное дальнейшее действие. Кроме того, в данном случае, зная площади населения, я могу посчитать и, там, скажем, плотность населения, использовать это в формулах. И могу какие-то суммы посчитать при желании и другие итоговые показатели, так как это числовой тип данных, и он это позволяет. Вот, скажем, если я располагаясь в таблице, нажму вот эту кнопочку «Итоги», то, пожалуйста, для населения можно посчитать сумму. А для названия городов только количество значений. То есть никакой суммы здесь нет в помине, потому что это просто текст. Это тоже получается само собой. Так вот, теперь мы посмотрим, а к чему приведут ошибки при неверном указании типа данных. Это действительно приведет, как минимум, к некорректной работе с информацией, где-то к потере сведений. Ну, например, если я укажу, что это у меня не дробное число, а целое, он меня округлит, и хвостики все отбросят. Ну, а где-то и к еще очень неоптимальному хранению информации. То есть будет занимать это много лишней памяти и при этом медленно обрабатываться. Но показать это желательно на большом количестве данных, на пустой таблице это не так очевидно, поэтому у меня есть заготовочка. Я в личном кабинете выложил аналогичный файл, но поменьше объемом, а здесь у меня побольше, чтобы было хорошо видно. На нем я это попробую продемонстрировать. Так, типы данных основные. Значит, последствия неверного выбора типа данных. Первое – это потеря информации. Второе – ошибки при обработке данных. И третье – увеличение размера базы данных. Ну, давайте вначале по поводу потери информации. Это я могу показать и на данном примере. Я просто сделаю копию таблицы, чтобы не жалко было это демонстрировать. Значит, сейчас будет копия города. Смотрите, в чем проблема. Нехорошо, если вы выбрали неверный тип данных для поля, когда у вас уже информация заполнена. То есть, вот сейчас у нас данные есть, а потом что-то такое случилось, что я сказал, что название города или описание – это не текст, а это числовое значение. Что в результате получится? Цифры, если там были без букв, это преобразуется в числовой тип, но если там была хоть одна буквка, это вызовет ошибку и будет просто удалено и исчезнет. Сохраняю, мне говорят, у вас потеряется информация, а потом, говорят, у вас будут удалены вот такие-то записи. И если сказать «да, окей», несмотря ни на что, то все, он меня очистил полностью этот столбец с описанием, и я сюда не смогу в дальнейшем ввести текст. Не могу ввести текст, только числовые значения, говорят, у вас числовой тип. То есть, вот это вот потеря информации. Но в результате многие говорят, чтобы ничего не потерялось, мы можем с вами сделать тип данных текстовый. Причем даже не короткий, а длинный текст, потому что короткий текст у нас может не хватить для какой-то информации. И говорят, а давайте население будет не числовым, а текстовым, площадь не числовым, а текстовым, дата открытия метро аналогичному. Что это дает? А вот что, я поменял эти типы данных, цифры остались на месте, естественно. Но их характер уже не числовой. И поэтому включаю расчет суммы, а мне говорят, какая сумма, здесь нет каких-то числовых данных для суммирования. Потому что теоретически сюда можно и букву дописать. То, что ее пока нет, это ни о чем не говорит. Это воспринимается как текстовое значение. Кстати, показатель того, что это текст, это то, что я могу начальные нули ввести. И они тоже сохранились. То есть это не числовые данные. Здесь, кажется, это похоже на дату. Но я могу здесь написать непонятно что. Какое-нибудь, там не знаю, 38 число какого-нибудь 22 месяца. И непонятно какого вот такого вот года. И все он мне сохраняет, потому что это для него текст. И фильтры здесь текстовые, и с датами никак не связаны. Вот, пожалуйста, пошли у нас сплошные ошибки. Хотя, буквально все, что угодно, сохранится в этом случае, если это все описать как текстовые данные. Ну а если работать с неверно указанным типом, а потом это обнаружить, вот теперь уже обратно возвращать значение нужного типа не получится так вот просто. Потому что выявленные опечатки будет программу обнаружить и удалять. Говорит, что у меня там были ошибки одна, другая, десятая. Это, конечно, не очень здорово. То есть желательно все эти настройки сделать еще на первоначальном этапе, когда мы только планируем, и еще не начали, соответственно, это заполнять. Хорошо. А теперь это я говорю про «Потери информации или ошибки при обработке данных». Отдельно особо хотел обсудить увеличение размера базы данных. Вот это на пустой базе данных с маленькой таблицей сложно показать, поэтому у меня есть заготовка, которая выглядит следующим образом. Представь себе, что я импортировал данные из какого-то внешнего источника, но то ли не обратил на это внимание, то ли сознательно так получилось, то ли это такой формат файлов, который не предполагает дополнительных настроек. Но у меня вся информация загрузилась как текстовая. Естественно, я потом, посмотрев на эти данные, понимаю, что половина данных к тексту не имеет никакого отношения, поэтому я это преобразую, переделываю в корректный тип информации и смотрю, что это дает. Вы увидите сами, насколько заметный эффект даст правильный выбор типов данных, не говоря о том, что это и будет корректно обрабатываться. Вот это сейчас продемонстрирую. А для этой цели у меня файлик, вот здесь лежит данный исходный, я его вначале продемонстрирую, а потом на его копии покажу исправление, которое я буду делать. Или нет, давайте так, я копию оставлю, просто для того, чтобы наблюдать ее размер. И сделаю копию данные исправленные. Назову. Стронисты группы измельчатого. Нет, там в архиве есть. Если нет, то... Данная исходная. Там просто другой немножко файлик, поменьшим размером. Вот я сделал копию одинакового размера этих оба файлика. Открываю. И, посмотрите, здесь табличка. Таблица проба, которая в образце, которые я выложил, поменьше размером, она где-то там на 25 тысяч строк. Здесь у меня 125 тысяч строк. Ну, в общем-то, это немного по нынешним временам такого размера табличка. 125 тысяч записей. Я не стал делать на миллион, строк и на полтора. Просто это будет заметно дольше все работать. Значит, что здесь мы можем наблюдать? У меня здесь различные данные. Какой-то порядковый номер. Соответственно, дата, время, артикул, количество и так далее. То есть, здесь есть и количество штук, и вес, дробное число, и какая-то расчетная стоимость, и текстовая информация тоже встречается. Значит, мне тут правильно напоминают сразу сжать и восстановить. На самом деле, я сжимал, восстанавливаю это заранее, но давайте проверим еще раз. Операция сжать и восстановить, если запущу сейчас для этого списка. Да, он достаточно долго выполняется. Сравните. Размер остался без изменений. То есть, база изначально была сжата. Поэтому, вот этот вариант у меня именно вот такой имеет размер под ту информацию, которая там находится. Когда я буду менять типы данных, то, естественно, я буду их менять в сторону уменьшения, и поэтому сжатие базы данных обязательно необходимо будет, иначе мы не почувствуем эффекта этих изменений. Ну а момент здесь связан с тем, что пожалуйста, у меня хранятся даты-время. Я говорю, а я бы хотел выбрать все данные за февраль месяц. И как я это сделаю, если здесь только текстовые фильтры? То есть, это мне надо текст, который содержит какой-то точка, 0,2 точка, вот такой вот текст. Да, это можно сделать. А если мне нужно взять даты с 5, скажем, мая до 10 октября, я что-то уже и затрудняюсь вообще указать такой фильтр. Для текстовых данных это не как для дат, элементарная вещь. То же самое здесь, цены. Они у меня здесь тоже как текст определяются, и никакую сумму для них при желании не подведешь, не подсчитаешь. Не работает. Даже сортировка дат здесь странная будет. Если я попытаюсь отсортировать даты, то мне их выстроят в алфавитном порядке. То есть 1 января идет, 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 и сразу после него начинаются 1 февраля, потом 1 марта и так далее. До декабря будет это вот в таком порядке идти. Потом только начнется 2 января. Ну, короче, это совсем не то, что мы ожидаем от дат. Ну, и поэтому ясно, что это требует исправления. Занимаюсь исправлением. Значит, смотрите, дата-время нужно заменить на соответствующий тип. Количество здесь у меня целочисленное. Вес дробное число. Я думаю сделать двойной сплавочной точкой. А вот цена и стоимость это вообще набраться делать денежной величиной отдельным типом данных. Причем, что интересно, вот здесь формат рубли у меня словами написано. Это просто текст. Но так как по умолчанию у меня именно рублевый формат, я думаю, что программа догадается это считать не текстом, а числом, отбросив эту букву с обозначением валюты. Могло бы, кстати, не сработать. Я сам еще наперед не знаю, но попробую. Денежный указатель. Да, если у меня на компьютере в Windows денежный формат точно такой же, программа должна догадаться. Посмотрим. Ну и вот это у нас еще код числовой, а дальше все остальное у меня уже текстовое значение. Кстати, индекс не числовой. Сделайте числовой и у меня начальные нули будут удалены, поэтому индекс пример короткого текста. Это можно легко проверить. Итак, займусь исправлением типов данных. Смотрите, изначально у меня все это короткий текст, меня это совершенно не устраивает, поэтому порядковый номер это числовое размером длинное целое, ну, либо счетчик, если я бы это заполнял вручную, а не работал с готовым набором данных. Дата и время, соответственно, тип дата-время и тут и тут. Артикул остается коротким текстом, количество у меня целочисленное и там размеры не превышают просто целого, не длинное целое, а просто целое будет меньше весить. Вес числовой тип, но ни в коем случае не целый, а с плавающей точкой. Я не знаю, хватит ли одинарного, поэтому сделаю двойной с плавающей точкой, это будет наверняка достаточно. Разница только в точности и максимальных предельных размерах. Одинарная точность дает нам 8 позиций, то есть максимум 8 знаков после запятой, двойная в два раза больше 16 знаков после запятой точности. Поэтому используем двойное, так как аналогичный вариант у нас используется во многих других сейчас программах, но в частности в цели. Теперь цена. Для цены я делаю тип денежный, это фактически тот же числовой, но для денежных и финансовых величин подходящий. Срочно это логическое поле, да, нет, срочно, не срочно, какие там данные изначально были, единички и нолики, но это не числом надо хранить, а именно как логическое значение истинная ложь будет гораздо меньше требует памяти. Стоимость, стоимость это опять денежная величина, а вот это остальное короткий текст, в том числе и индекс, как я уже об этом говорил. Можно в коротком тексте поставить размер поле 255 10 Можно, можно, я потом это сделаю, просто специально продемонстрирую отдельно, поэтому пока оставлю 255, не буду ничего менять. Сохраняюсь, при сохранении программа мне говорит, что вы уменьшали размеры, поэтому что-то может потеряться, но я на это шел сознательно, главное, чтобы не было ошибок, а о том, чтобы сообщение об ошибках, чтобы потерялись какие-то данные, а уменьшение это нормально. Процесс занимает достаточное время, у меня ползет строка прогресса, изменять тип данных при таком количестве информации, это не мгновенная операция, идет перезаписывание, так, и он мне говорит, удаляет, интересно, в каком столбце, я так понимаю, где-то с денежной величины связано, а, все понятно, все-таки из-за формата рублей, я так подозреваю, это произошло, хорошо, давайте-ка я не буду пока ставить денежный тип, отмена нажму, для цены оставлю короткий текст пока, и для стоимости оставлю короткий текст, попробуем в таком виде, не проверил заранее, как он именно на этом компьютере сработает, но не страшно, да, вот, когда оставил ценную стоимость короткий текст, у меня ошибок не было, размеры уменьшились, поясню, почему так происходит, смотрите, если бы я, например, сделал здесь дополнительно таблицы, какое-нибудь поле с денежным типом, то у меня формат поле денежный по умолчанию имеет вот такой вот вид, то есть там валюта обозначается новым значком рублей, а у меня здесь обозначение старое, из-за этого несоответствия программа решила, что все-таки это текст, как с этим справиться, ну, просто исключить вот это вот R и точка совсем из вот этих двух столбцов, и тогда, я думаю, он меня правильно поймет, чтобы это не делать с помощью запроса, потому что не все, может быть, с этим знакомы, и я не хочу отвлекаться, поспорить более долго работающим, но хорошо известным средством поиск и замена, то есть найди мне R точка замени на пустоту, и не поле целиком, а с любой частью поля, вот так, заменить все, ну, вот он мне эти рубли сейчас уберет, из всего столбца цена, и потом то же самое со стоимостью, да, медленно получается на таком количестве данных, но можно дождаться результата, так, невозможно замена, отмена невозможно, окей, так, так, заменил, он заменил все, почему-то кроме первого, я, наверное, курсор не поставил в начале, и кроме второго, в остальном, если посмотреть, уже не видно, мне кажется, замену проделал, теперь здесь аналогично, не быстрый способ, к сожалению, зато не требует создания каких-то запросов на изменения, нет, просто курсор поставил в этом столбце, и здесь у меня указано поиск в текущем поле, то есть поле, где стоит курсор, происходит поиск, и там же замена на пустоту, окмена невозможно, я не знаю, почему он не все заменяет, у меня почему-то остаются заменены несколько первых вот этих названий, а если повторно запустить, ну-ка, еще раз, R. замени все, о, во втором разу заменил, пошел дальше, а там же, наверное, не осталось ничего, но поиск идет до конца, так, немножко подожду, но, по-моему, замены все проделаны, да, вот, как медленно работает вот эта команда у нас в данном случае, она, дело в том, что пытается еще записать предыдущие данные, чтобы была возможность отмены, а потом понимает, что ей буфера не хватает, чтобы это все сохранить, вот такое сообщение о том, что отмена внесенных изменений будет невозможно появиться, так, хорошо, что дальше, дальше вот эту пробную таблицу, таблица 1, я удалю, она мне не нужна, вот в этой таблице я вернусь в конструктор и все-таки сделаю здесь денежный тип для цены и для стоимости, сохраняюсь, да, сейчас посмотрим, не должен нам ругаться на то, что будут удалены данные, а преобразует их нормально в денежную величину, все равно ругается, но количество меньше, количество меньше, ладно, бог с ним, я так понимаю, что он мне все-таки в конце там что-то оставил, у меня есть образец, где это можно будет проделать аккуратнее, я сейчас скажу, ладно, удаляю, в конце концов обойдемся мы без этих данных, это учебный пример, получается, что вот это начало он преобразовал, а дальше он на что-то там ругался, наверное, вот с какого-то момента просто рублей эти не удалил несомненную пустоту, но вот так вот она у нас ненадежно работает стандартная замена при большом количестве данных, то есть надо было это делать запросом на обновление, но причем для стоимости большее исправление смог сделать для цены меньше, а это я второй раз запускал, короче, нам было порциями запускать по сто раз одну и ту же замену, чтобы здесь исправление не стало большее количество, не ожидал такого эффекта, ну да ладно, хорошо, все, у меня это получилось, вот теперь я сохраняю это все, предварительно выполнив сжатие и восстановление базы данных, чтобы привести ее к истинному размеру, и смотрю, что получилось, новый размер файла не 27 мегабайт, а 17 мегабайт, только благодаря правильному, корректному использованию типу данных, я здесь постарался максимально оптимизировать выбор типа данных, ну и делая поправку на вот эти потерявшиеся у меня денежные величины, это конечно бывает такое половина цен, реально есть там информация или пустые чеки, все равно под каждую пустую чеку память выделяется одинаковая, и поэтому здесь если я их заполнил бы и не потерял бы размер, был бы точно такой же, ну можете на слово поверить, я просто проверял, у меня это получалось, хорошо, а вот теперь еще один момент, изначально вы мне предлагали вот для этого поля индекс указать не короткий текст размером 255, а уменьшить размер у меня там текст но не больше чем 6 знаков, то есть теоретически я могу здесь продолжать сейчас печатать индекс, но зачем, больше 6 символов здесь не требуется, так вот смотрите, что будет если я размер короткого текста уменьшу до 6, казалось бы, реально должно уменьшить все очень сильно и мне программа об этом говорит, да, окей, сохраняет что-то пересохраняет, теперь я не могу сюда впечатать больше чем 6 знаков, программа это не позволяет, но посмотрите как это повлияло на размер файла, я сейчас еще раз сделаю сжатие восстановления, закрою этот файлик, были изменения какие-то, по-моему было точно так же 17 480, вообще не поменялось ничуть и вывод из этого можно сделать такой, вот короткий текст аксесс выделяет 255 символов и размер если вы уменьшаете это влияет только на ограничение ввода данных, но память у нас резервируется все равно под все 255 знаков, поэтому эта настройка носит скорее второстепенный характер на размер базы данных здесь не повлияло вот если бы я выбрал длинный текст вместо короткого текста это было бы заметное различие и размер файла у меня бы увеличился или наоборот уменьшился значительно в данном случае так это не повлияло хорошо теперь еще один момент хочу показать если я вам еще не надоел просто время регламент надо здесь конечно соблюдать но очень хотелось мне продемонстрировать вам еще одну вот такую вот вещь данные исправленные 2 эксперимент смотрите у меня здесь есть файли проба о кстати говоря секундочку я еще один тип здесь забыл текстовый мастер отправитель это у меня числовой код ну-ка ну-ка сейчас секунду можно еще уменьшить размер так отправитель не короткий текст а это числовое длинное целое еще немножко уменьшить никогда не помешает так сжать базу данных и проверить ну не намного не намного но все равно еще немножко значит вот это у меня максимально возможные изменения здесь появились а теперь смотрите вариант номер 2 если приглядеться к нашим данным то в этом файле у меня есть информация о количестве о весе какого-то товара и о его цене а вот эта стоимость это расчетная величина то есть это просто количество умножить на вес умножить на цену может быть там с каким-то коэффициентом код вопрос а стоит ли хранить расчетную величину по теории мы на самом деле этим не занимаемся а мы все расчеты делаем формулами но вопрос вот в чем эту формулу правильно написать в запросе но многие отмечают что в xs появился дополнительный тип данных под названием вычисляем потом я хочу показать что это дает использование вычисляемого типа данных есть ли какие-то от этого преимущества или нет посмотрите я удалю стоимость денежный тип и заменю на вычисляемый я мог бы исправить здесь но программа мне этого не даст если поменять на вычисляемый тип то мне предложат написать формулу о том скажет невозможно ее сохранить так как это данные уже заполнены вот он мне говорит невозможно и так далее поэтому я оставлю так как было вот это добавлю сюда назову это условно стоимость 2 сделаю тип данных вычисляемый и напишу здесь формулу что бери количество умножай на вес умножай на цену по идее там еще округление должно быть какое-то но я сейчас не буду этим заниматься попроще формулу отличие небольшое проявляться сейчас но в целом порядок цифр похожий то есть вот я вижу какие-то здесь значения вот тут отличается потому что там формула такая что если срочно то дороже а у меня здесь срочность коэффициент никакой не используют ну да ладно главное видно что расчет есть если я поменяю исходную информацию то у меня пожалуйста идет пересчет то есть можно наблюдать это красота не надо никаких запросов вот оно это вычисление я тогда исходные данные уже удалю денежный тип а оставлю вычисляемый зачем я это делаю я хочу проверить дает ли это какое-то преимущество использовать формулу вычислений вместо того чтобы хранить этот результат как у меня было до этого сейчас проверяю сжать и восстановить обязательно иначе это будет некорректной проверкой сравним секундочку а у меня окажется вычисляемые поля требуют больше памяти и весит это больше чем когда я хранил готовые результаты странный эффект да но тем не менее это так и вот это как раз почему я а вы думаете это из-за того что я там половина данных нет ничего подобного у меня как их не было так и нету там пустые ячейки вот это на самом деле и при полностью заполненных ячейках также себя проявляет я знал это заранее и собственно поэтому когда рассказываю на занятиях про вычисляемые этих данных всегда говорю лучше им не пользоваться от него никаких особых преимуществ нету это только для самой простейшей однотабличной базы данных и если вы не знаете как создавать запросы можно написать такую форму а вот эффект будет гораздо более заметны если я эти расчеты буду делать не в таблице а в запросе и вот это я тогда возьму сейчас копию исправленную номер 3 и покажу все-таки как правильно подобные вычисления должны у нас работать в базах данных мы по теории никаких вычислений не храним а вот этот тип данных вычисляемые это очень надуманная новинка я его отсюда удалю совсем хотя казалось бы там не данные а формула хранится а сделаю запрос в котором у меня будет таблица проба со всеми своими полями и отдельно рядышком будет формула где я соответственно возьму из этой таблицы количество 2 умножу на вес умножу на цену и тоже чтобы это было с названием стоимость ну стоимость 3 назову и чтобы выглядело красиво денежный формат задам все готов запрос сохраняю смотрю расчет идет да пожалуйста вот он если нужно можно его передвинуть в начало пускай у меня будет где-нибудь вот здесь располагаться на экране если меняю исходные данные тут же пересчет но на самом деле все вот эти вычисления которые описаны в запросе будут заметно быстрее работать чем то что у меня было в расчетном вычисляемом поле в таблице второй момент насколько это повлияет на общий размер базы данных сейчас выполню сжатие восстановления и посмотрим я в таблице проба поле стоимость удалил совсем но этот расчет делаю запросе формула причем та же самая как у меня было там вычисляемом поле а результат все уменьшилось причем уменьшилось по сравнению с любым из вариантов а вывод значит действительно как и гласить теория не надо повторять никаких данных не надо хранить вычисления нужно хранить только исходную информацию все остальное описывать запросы вот это действительно у нас такая вот особенность ну вот наверное все что мне хотелось вам сегодня продемонстрировать наглядно я постарался показать и смотрите вывод из этого всего следующий последствия неверного выбора типа данных это либо теряется информация либо у нас возникает масса ошибок при обработке данных ну и самое неприятное это неоправданное увеличение размеров файлов которые приводят опять к потере скорости быстродействия но и это все действительно в конечном итоге влияет на правильность результата ну а верный тип данных указали и действительно у вас это все будет сохраняться и корректно в дальнейшем обработаться вот пожалуйста продемонстрирую вам такие возможности такие настройки естественно это у нас используется на занятиях в курсах по access и мы там типы данных обсуждаем все какие встречаются но как правило никогда не доходят руки до такого сравнения чтобы наглядно показать смотрите вот оно преимущество которое сразу становится очевидным ну и такие вещи надо заранее предусматривать и планировать еще на самых ранних этапах когда вы только предполагаете разработку базы данных или если вы информацию переносите импортируете в access потому что при том же импорте нам access может предложить текстовый тип данных неверно вместо числового и мы не глядя согласимся а потом будем удивляться почему у нас все как-то странно хранится и не работает наше вычисление наше запрос ну вот такая вот штука если какие-то вопросы сейчас накопились то пожалуйста готов на них ответить и мы с вами тогда на этом будем закончить спасибо и